так здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 23 июля и давай с вами посмотрим на графике евро фунта поговорим о дальнейших перспективах движения видим что европейская валюта вчера торговал достаточно волатильным после публикации решения европейского центрального банка по процентным ставкам ничего у нас не изменилось в принципе это было и ожидаемо и все ждали пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард в ходе которой она объявила в принципе что европейский центральный банк не будет торопиться с повышением процентных ставок наоборот их позиция в отношении денежно-кредитной политики сохраняется довольно мягкой и будет сохраняться долго пока уровень инфляции не достигнет двух процентов не превысит ее на достаточно длительное значение ожидается что инфляция будет оставаться выше двух процентов до 22 года и только к концу года вернется к целевому значению в принципе это допустимая норма и до этого момента никто никаких действий предпринимать не будет ничего не было сказано программе покупки облигаций но напомню что еще неделю назад лагард говорил о том что после ее завершения марте следующего года будет создана новая программа которая также продолжит поддерживать экономику на этом фоне видим что европейская валюта снизилась вернулись мы к хорошей поддержке 17 58 который стучим уже целую неделю и по всей видимости медведи будут нацелены сегодня именно на нее в экономическом календаре обратить внимание надо на данные по деловой активности в производственном секторе в секторе услуг стран еврозоны аналогичные данные у нас выходят сегодня и по соединенным штатам америки и по великобритании поэтому если отчеты окажется хуже прогнозов экономистов будет отмечено снижение активности в летний период то в таком случае можно ожидать пробоя поддержки 17 58 обратно это снизу вверх образует хороший сигнал на открытие коротких позиций и все-таки после новостей о том что европейский центральный банк будет придерживаться и дальше сверхмягкой денежной критной политики и скорее всего прогнозы о повышении первых процентных ставок будет вообще в сентябре смещены на 2024 год поэтому давление на евро может постепенно усиливаться и мы увидим давление уровня 17 40 17 15 и вполне возможно 16 82 но это все только после прорыва закрепения ниже 17 58 если данные за июль у нас удивят по активности в еврозоне то формирование очередного ложного пробоя это уже будет по счету четвертый тест этого уровня будет хорошим бычим сигналом и тогда я думаю концу недели быки без проблем заберут себе уровень 17 80 тестово сверху вниз дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и возвращаемся к верхней границе бокового канала 18 29 промежуточным сопротивлением 18 04 где можно посмотреть короткие позиции только при условии формирования ложного пробоя продажа наскок только от уровня 18 29 в расчете на коррекцию в 10 15 пунктов внутри дня что касается британского фунта то вчера он продолжил свой рост увидим что быстро очень мы компенсировали все то недельное падение которое нас наблюдалось еще в понедельник во вторник и подобрались мы к хорошему уровню 37 83 сегодня у нас выходят данные по объему розочных продаж по индикатору потребительской уверенности в великобритании вряд ли они окажутся честное влияние на британский фонд скорее всего акцент был смещен все-таки на отчеты по сфере услуги и производственной активности поэтому быкам нужно формирование ложного пробоя на 37 42 либо формирование ложного пробоя на 3707 это два уровня от которых можно смотреть длинные позиции продолжение в следующей тенденции даже если мы свалимся на 36 74 ничего страшного здесь покупки сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20 25 пунктов внутри дня и скорее всего здесь будет у нас образована новая нижняя граница восходящего канала если никакой активности быки не проявит в районе 37 42 то прорыв закреплением ниже это уровня тестово снизу вверх на фоне плохих данных по активности великобритании все это нисходящей коррекции в районе 3707 прорыв этого диапазона столкнет фунт на 36 74 если мы формируем ложный пробой на 37 42 и добиваемся пробоя 37 83 то тестово уровень сверху вниз сигнал к покупкам и восстанавливаемся мы в диапазон 38 19 и 38 59 откуда можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на ту же коррекцию в 15 20 пунктов внутри дня всем удачи и хороших выходных